Я думаю, все мы любим челленджи в Sims. И с недавних пор разработчики добавили свои собственные челленджи в игру. Правда, называются они сценарии и основаны, в принципе, на уже существующих, как, например, от нищеты их богатствует, очевидно, Rex Touriches. Я, кстати, Rex Touriches прохожу, ссылка есть в описании. Но сегодня мы смотрим вот этот, ограниченный по времени, их слишком много. Так, весь челлендж ослован на детях, я всегда говорил, что обожаю детей, поэтому начинаем играть в новом файле сохранения. Итак, персонажей я всегда беру ваших, к этому челленджу я выбрал вот этого. Это дурашливое вечное дитя, поэтому, мне кажется, нормально пишется в детское прохождение. Как попасть сюда, как отправить, как вот это все-все в описании, опять же, есть. Первые ссылки прям. Ну, а да, нам нужно еще три малыша. Шикарно, детально проработанных. Три малыша, уникальные имена, проработанный характер. Семья готова, требования выполнены. И мы переезжаем в самый дешевый лот, просто потому что нам будет не до работы с таким количеством детей. И да, это все условия, которые от нас требуются. Три малыша должны достигнуть третьего уровня в четырех навыках. Мне кажется, в микродоме это не особо сложно. Да, микродом. Дело в том, что микродом дает большое количество бонусов, но самое важное, это талант к навыкам. Строим шикарный микродом. Кстати, вы знали забавную штуку? Вот эта вот маленькая комната будет туалетом. И симы смущаются, если туалет поставить в общей комнате. В то время как, если их все так же шикарно будет видно с улицы, но они будут ходить в отдельную комнату, им плевать. Собственно, этой логике мы и будем придерживаться. И да, не обращайте внимания на песок. На самом деле, дети не могут в него ходить, так что горшки нам все-таки придется купить. Развивать детей тоже нужно чем-то, поэтому кучу вдохновляющих игрушек. Типа кубики, медведь, ну и крыши. Они же бесплатные, поэтому можно их использовать. Да, давайте построим одну здесь. Хотя нет, это мне не очень нравится, поэтому стало лучше. Ну и детализация, потому что это вам не шутки. Так, шикарный дом готов. И первым делом выбираем того, кто будет приучаться к горшку. Первое. Эй, а почему они не по порядку? Первый, третий, второй. Окей, ладно. Вы будете бегать, ребят. Отправляйтесь в эту сторону района. Вот здесь. Ты. Исследуй этот участок карты. Так, мы работаем над их передвижением. Ребята должны научиться ходить. Это один из тех навыков, которыми действительно нужно владеть. Ровно как и горшок. Черт, сначала научи его снимать штаны. Ладно. Значит, не важно. Я думаю, они заняты на весь день практически. Кормить не обязательно. Следить за ними тоже не обязательно. Выживут как-нибудь. Так, первый горшок испорчен. Я не знаю, как вода остается на песке. Это не ко мне вопрос. Че там эти бляда? А, ты уже почти дошел? Знаешь что? Пожалуй, возвращайся сюда. Второй уровень навыки воспитания. Шикарная мать, согласитесь. Я уже говорил, что у меня есть спонсорство. Там стримы и много всякого интересного. Кажется, еще нет. У меня есть спонсорство. Оно вот под видосом находится. Да, я как говорил, мелки заняты на весь день. Где второй? А, вот он. Слушай, он тебя обгоняет. Он насмехается над тобой, третий. Обойди его. Или ты не второй? Ты какой? А, ты второй? О, я угадал. То есть, конечно, я угадал. Я детально их создавал. Я знаю их каждого просто. Каждый сантиметр от 8. Ой, не то. Так, блин, я запутался. Видимо, в этом вся сложность челленджа. Количество детей, которых нужно попытаться усатить на дошок. И знаете, я сразу в целом могу сказать определенные мысли, которые по этим самым сценариям возникают в голове. Во-первых, вторую уровень навыка передвижения. Класс. Это было не во-первых. Во-первых, все это похоже на очень тупой грайнд. У нас нет большого количества каких-то пунктов. Например, в Натсубере, где каждый персонаж проработан. И там есть что-то уникальное. Ты не занимаешься тупой прокачкой постоянно. Здесь это в целом похоже на то. Пока что. И это не то, чтобы особо сложно, как мне кажется. Пока. Опять же. Я поиграл несколько минут. И вы посмотрите. Да, эти ребята только улучшили передвижение. Но первый. Уф. Точнее, он не первый. Его формально... А, это первый. Я был прав. Но первый улучшается довольно быстро. Потому что находится у нас на районе. Потому что занимается с матерью. И в целом, я как-то на самом деле не особо вижу сложности. С другой стороны, может здесь есть какие-то подводные камни. Я не знаю. Заставим малых бегать дальше. Хотя нет. Вот конкретно ты иди играй в кубики. Один фиг все. Тот же навык передвижения. Кстати, да. Нужно дойти всего лишь до третьего. Видите? У нас уже второй. Положить в багаж. В смысле? Эй, почистить. Навык фитнеса. Это ж сколько он наделал. Ладно. Это не ко мне. Третий уровень. Все. Горшок освоен, я так понимаю. Тогда хватит о нем заниматься. Ты отправляешься говорить. Но на самом деле, куда лучше, чтобы эти младенцы. Не младенцы, а малыши. Вы поняли. Тоддлеры. Разговаривали с себе подобными. Вы увидите, как быстро общение полетит вверх. Просто забивайте очередь всякой ерундой. И наслаждайтесь этим прогрессом. Ох ты, ё-моё. Это как его расфигать? А, все. Нормально. Продолжай общаться, как будто ничего не видел. О, нет. И этого тоже не... Что ты за человек такой? Второй. Соберись. Ох ты, ё-моё. Что с ними происходит? Так, еще один научился. И еще один третий уровень навыка. Освобожай место. А, да, наверное, стоит что-то приготовить. Потому что я хороший. А, мать, я заботюсь за своих детях. И да, еще один третий уровень навыка. Как видите, сложности никакой. Я на самом деле сейчас вообще не понимаю, зачем я это делаю. Но я должен ответить на вопрос, как мне сценарий. Потому что один поблос меня попросил. Я оставлю ссылку на пост в описании. Ну и в целом, это такая тема, что я уверен, что вы меня спросите. Так что я просто вот буду отсылать вас на этот видос. И вы будете спрашивать. Что? Это реально так плохо? Да, пока что кажется, что это реально так плохо. А, да, тебе больше не нужно общаться. И да, смотрите на наших ребят. Прошло несколько игровых часов. Челлендж, в принципе, выполнен наполовину. Если вам скучновато это смотреть, давайте расскажу забавный факт. Я вчера впервые в жизни удалил материал случайно. Материал в том плане, что отснятый материал. Я уже много лет работаю с большими проектами. Типа прям большими. И вот как-то все это всегда было аккуратно. Но у меня был довольно тяжелый месяц. По пару часов сна. А в лучшем случае в день. А в последние два дня перед релизом я просто сел за монтаж в 11 часов утра. И монтировал до вечера. Вы можете сказать. Ну подумаешь, всего лишь один день. Нет, вы не понимаете. Это прошел день и еще один день. Больше 30 часов монтажа не вставая. И да, после этого я сел записывать как раз видос по сценариям. И большой фит, между прочим, который тоже выйдет скоро. Но выйдет он тоже перезаписанным. Потому что от всей этой усталости я случайно, когда чистил комп от лишнего, удалил весь тот материал. Я к чему это рассказываю? Все мои видосы всегда импровизация. И мне казалось, что первый раз, когда я смотрел эти сценарии и шуток, было будто больше. Так что если вам это кажется скучноватым, то поймите меня тоже, пожалуйста, правильно. Я второй раз прохожу. Я надеюсь, опять же, что вам не кажется это скучным. И я не пытаюсь затопить собственный ролик тем, что он, похоже, он скучный. Я всего лишь хочу вам сказать, что было лучше. И мне так обидно, что я удалил материал. Это такой капец. И да, пока у них хорошее настроение, нужно всячески навыки улучшать. Видите, когда он счастливый. И вот сейчас сходят в туалет. Навыки будут улучшаться еще быстрее. То есть помимо того, что они так улучшаются в два раза быстрее из-за микродома. Эй, кто это сделал? Блин, тебе в задницу же запихать обратно, что ли? Ладно, найдем, сделаем с ним что-нибудь плохое. А пока что надо заниматься детьми. Почему так темно? Совсем другое дело. Так, ты, что тебе не хватает? А, еды, я понял, не отвлекаю. Тебе, что ты делаешь? Не-не-не, истерики не надо. Да, почитать. Это хорошо влияет на фантазию. А че это вы поссорились? А, в принципе, не важно. Эй, что ты вытворяешь? Хватит играть с формой. Типичные дети вечно превращаются в каких-то монстров. Вот, видели? Опять, это постоянно происходит. Итога. У нас есть вундеркинд. Наш лидер. Второе место. И третье место. А я напомню, это только вечер первого дня. Эй, как поднять мусорку? Я, я хотел бы поднять мусорку. Почему оно не работает? Вот кто это сделал? Класс, потратили просто соточку. Так, второй уровень воображения. Я просто игрушку ей показал, понимаете? Очень сложный челлендж, спасибо, очень интересно. И да, третий уровень навыков передвижения. Хватит, больше ты кубиками не занимаешься. Что ему осталось? Мышление либо воображение? Легко. И да, посмотрите, как улучшается воображение. И все. Хватит читать ему. Вот е-мое, опять, почему детей тут вот так выворачивает, а? Кто-нибудь может? О, спасибо, что вернулся в человеческое обличье. Почему это происходит? Думаете, просто знания залазят в них так быстро? Ах, да, один уже почти прошел челлендж. Второй тоже водопроходит. Третий, третий. Тут будет третий, третий. Ну и вот этот у нас немного отсталый. У него третий, третий. Вот с горшком быстро будет. Воображение, окей, тоже сейчас будет третий. Блин, а вчера такие шутки были. Там он про выжимание детей, как зубную пасту. Вот это все. Никогда, ребята, никогда не удаляйте свои материалы важные. Мимо корзины. Вот через shift delete, как я это привык делать годами. Черт. Ну этот выпуск неплохой. Ну как бы согласитесь. Вот если лайк поставить, я буду знать, что вам понравилось. Тактично выпросил лайк. Я про спонсорство еще говорил, но что мешает сказать два раза? Вообще, знаешь, посмотри мой любимый выпуск. Вот здесь. И у тех, кто увидит меня не первый раз, просто интересно. Какой выпуск у вас любимый? Вот правда. И да, наша мадам качается, вынося какашки за ребенком. Что? Что ты? Почему ты так ходишь? Что с тобой? А, подписка как настоящий чемпион. У меня, кстати, есть одна идейка для видео. И да, третий уровень воображения. Идейку я пока не скажу. Надо подписаться, чтобы ее увидеть. Эй, в смысле воспользоваться? Я только-только хотел тебя учить. Как раз самое время. И никак не отменить, да? То есть парень просто стоит. Там происходят кое-какие дела. Никого не волнует. Окей. Ничего не происходит. Я понял. Я понял. Пока, паренек. Видели, что происходит, если так делать? Поэтому, ребят, просто очень советуем от меня. Не ходите под себя. Ах, да, тем временем. Один паренек прошелся. Второй паренек тоже прошелся. И наш финальный паренек. Я не уверен, кстати, что это паренек. Я вообще не знаю, какого пола эти дети. Они все одинаковые. Первая, третий, второй. Нормально, у нас есть одна девочка. А, вот это был не паренек, то есть, да? Окей. Но сезон в том, что вот эти ребята теперь сами по себе. Они прошли челлендж. Остался только вот этот мелкий. Или это... Это девочка или мальчик? А, вот. Сын, дочь, сын. Все правильно. Пух, я различаю людей по полу. Ну и так как эти двое нам больше не нужны, отправляем их жить сюда. А тебя сюда. Все, там уже, видя. Ну, просто чтобы не отвлекали от нашего последнего мелкого. И да, это утро следующего дня. Челлендж практически пройден. Остались в формальности. Так, он хочет есть. Ему, видимо, больше нечем в туалет ходить. Это не важно. О, вот она шутка про зубную пасту. Я в прошлый раз примерно так и пошутил. Что ему типа нечем. А я такой, просто выжми его. Дети так и работают. Самоповторы. Ура. Слушайте, я достиг пика комедии, по-моему. Этот видос прям очевидно этому подтверждение. И не только пика комедии, но еще и пика развития по малышам. Смотрите. Оп. Навык. Давай, давай, давай. В смысле ты встал? Я не понял. Ну, вообще-то надо с ним... Ну, ладно. Владел так овладел. Но трусы надо снимать. И да, работа с воображением это последнее, что ему осталось. И уйдет на это всего несколько секунд. Та-дам. Сценарий реализован. У-у-у-у. А вот теперь то, чего вы так ждали. Зачем это вообще? И что это дает? Вы реализовали сценарий. Продолжительность игры 2 дня. Ну, на самом деле, одни сутки. Потому что мы начали в полдень и закончили в полдень. Результат. Вундеркинды. Вау. И... Простите, все? Магазин наград. Ааа, смотрите. Нам дали 5000 баллов. Супер. Интересно, что дают за другие сценарии. Вот у меня как раз сейчас стрим через несколько часов. Опять же, стримы доступны всем спонсорам. Спонсорство находится по кнопке спонсировать там под видосом. Мне очень интересно посмотреть, что дают в таком случае за другие испытания. Это ограниченное по времени. Я прошел. Какие мысли на этот счет? Могу сказать, что неинтересной частью является то, что у нас нет списка, знаете, таких подпунктов, которые нужно выполнить. Нам просто дают одну задачу. Делай с ней, что хочешь. Она не сложная. Просто условно долгая. То есть тебе нужно делать одни и те же действия. И не особо интересно. Может быть, это конкретно этот сценарий. Не знаю, почему я вдруг заговорил по-итальянски. Мамма миа, пиццерия. Но я надеюсь, что другие сценарии будут реализованы по-другому. Но опять же, те два, которые я видел, Rex to Riches и что-то там про отношения, там они реализованы примерно так же. То есть тебе просто нужно что-то большое сделать через большое количество повторений. Иронично, что эту же мысль я вот сказал несколько секунд назад и снова повторился. Вы поняли. Ровно так работают сценарии. Буду ли я серьезно в них играть дальше? Вряд ли. Буду ли я их показывать в других видосах? Скорее всего на стримах или на хайлайтов со стримов. Советую ли я вам эти сценарии? Нет, но неоднозначно нет. И дальше видос я даже затягивать не хочу. Пока.